Если у нас x точка разрыва правой части, это значит, что dx число целое, потому что разрыв может происходить только вот в этой целой части. Это значит, что x равняется a на d, где a какое-то целое число, но эта группа не равняется, а d у нас это не превосходит. Но мы не знаем, сократимая группа или несократимая, но мы точно должны написать, что a на d равняется a на b, где a и b, несократимая группа, b, будет у нас не превосходить, а a меньше равно b, потому что у нас x из отрезка 0 и 1. И тогда, если несократимая группа, несократимая группа равна сократимой группе, поскольку a и b взаимные полосы, это значит, что b делить d, это значит, что d равняется bc, да, и раз оно не превосходит q, то c у нас не превосходит q на b, и все точки разрыва нашей функции у нас имеют вид a на b, и мы сейчас все слагаемые, вот в правой части здесь, которые в фиксированную точку разрыва вносим вклад, перечислить. Итак, фиксируем точку разрыва а на b. Дельта, пусть будет скачок точки разрыва а на b. Значит, как посчитать надо это? Это разрыв. То есть нам надо посчитать сумму тех слагаемых в правой части, которые задают разрыв именно в точке а на b. Чтобы слагаемое издавало разрыв в точке а на b, надо, чтобы d имела вид bc. То есть d у нас не просто, а d равно bc, то есть надо взять все d вида bc, то есть надо суммировать по цели и превосходящим пользу их на b. Поэтому сумма, которая отвечает за все слагаемые в точке разрыва а на b, будет идти по цели, не превосходящим q на b. Что же будет суммироваться? У целой части d есть там, где у нее есть разрыв, разрыв единичный. Правильно? Правильно, значит, правильно. Потому что целая часть, она терпит всегда разрыв на единицу. Поэтому это будет иметь разрыв единичный. То есть целая часть будет иметь разрыв единичный. Единица, это вот величина разрыва выражения d есть там умножить на функцию, я могу себе большое, а чего же я должен написать в фрагменте функцию? Я должен написать q разделить на d, а d у нас bc, значит, q я должен разделить на bc. О, это хорошо, потому что я могу от q разделить на bc, знаете, как напишу? Мю, от q разделить на bc, это мю, от q разделить на b, и все это разделить на c. Это больше равно единице, потому что, вот здесь, в качестве x, надо взять q разделить на b. То есть вот этот разрыв, это есть сумма по ц, это не превосходящая q разделить на b, а тут числитель у разделить на b, и все это разделить на c. И по нашей линии, это равно единице, по линии в линии, потому что вот здесь, в качестве x, надо взять q разделить на b. Это больше равно единице, потому что b у нас меньше много. Все, это равенство показать.